О чем мечтает любой российский автовладелец? Многие ответят о хороших дорогах. Их мечта исполняется благодаря федеральной программе «Безопасные и качественные дороги». В Чебоксарах она реализуется уже второй год. Здравствуйте! В эфире программа «Комфортный город». И сегодня мы с вами выясним, где в этом году дороги станут безопасными и качественными. Кто и как контролирует ход ремонтных работ? Из чего делают асфальтобетон? Отремонтированы участки прошлого года? В каком они состоянии? Обо всем этом прямо сейчас. Программы «Безопасные и качественные дороги» реализуются в Чебоксарской агломерации. В нее входят города Чебоксары и Новочебоксарск, Маргаушские и Чебоксарские районы. На реализацию программы направлено почти полтора миллиарда рублей, из них 730 миллионов – федеральные средства. Чебоксары получили 752 миллиона. Реализация федеральной программы началась в Чебоксарах в прошлом году, когда отремонтировали почти 30 километров дорожного полотна. Это 27 участков. Согласитесь, большая цифра. Прошел почти год, и пришла пора проверить, остаются ли отремонтированные дороги безопасными и качественными. Активисты Общероссийского народного фронта снова вышли на Чебоксарские дороги. В первую очередь проверяют те участки, к которым в прошлом году были претензии по качеству укладки. Например, улица Петрова. Нормативам не соответствовали около 30% отремонтированного полотна. Подрядчик Дорекс нарушение устранил. Снял и заново уложил верхний слой асфальта. Вот эта отметка означает, что колени достигает 3 миллиметров. На данный момент это допустимо, учитывая нагрузка, которая за полгода после ремонта. Согласно нормам, максимально допустимая глубина клеи зависит от расчетной скорости движения автомобилей. Качество покрытия проверяют еще по одному показателю – поперечный уклон. Значение 25 промилле – это допустимое значение. То есть он, благодаря этому уклону, ливневые истоки, ливневые потоки могут идти в нужном направлении. В сторону дождеприемников или ливнестоков. Теплон должен быть. Если его не будет, то вода будет застаиваться на одном месте. Образуется лужа, что, соответственно, создает дополнительную проблему и дополнительно разрушает поверхность дорожную. На улице Петрова движение достаточно интенсивное. Это дорога-дублер центрального проспекта Ленина. Пробки и заторы в часы пик – явление нередкое. На улице Петрова стало лучше. Гораздо лучше, чем в том году. Ширюет, наверное, когда-нибудь. На сегодняшний день мы можем сказать, после визуального осмотра и проведенных инструментальных замеров, можем сказать, что дорога находится в удовлетворительном состоянии. Посмотрим, что они, как наши замеры, через полгода, через год, что они покажут. Если колея углубится до сантиметров, до двух, я думаю, что это уже причины для обращения заказчику. И, соответственно, заказчик должен предъявить претензии к подрядчику насчет или переделки. Другой проблемный объект – переулок Молодежный. Его ремонтировал тот же подрядчик, что и улицу Петрова. Здесь дорога не прошла проверку по показателям ровности. Эту ошибку исправили. На небольшом участке глубина неровности составила 3 миллиметра, но это не указывает на образование колейности. Чтобы это подтвердить, необходимо сделать замеры на другом участке. Здесь, смотрите, неровности такой уже нет. То есть, что означает, что в том месте была такая локальная неровность. То есть, не обозначает, что это колея. Визуально мы можем сказать, что дорожное полотно ровное, кложно ровно. Но есть такие вот минимальные локальные неровности, которые могут говорить о том, что либо оборудование было такого низкого качества, что-нибудь не идеально, как мы увидели, допустим, на магистралях. Общественники отмечают, эти замечания не критичны. И в целом дорожное полотно находится в хорошем состоянии. В прошлом году отремонтировали ряд центральных улиц Карла Маркса. Одна из них. Здесь заменили более километра асфальтового покрытия. Глубина колейности на замеряемом участке составляет 4 миллиметра. Ну, как это опасно, плохо. Ну, пока значение допустимое, это не совсем опасно. Но это говорит о том, что нагрузка, действующая на дорожное полотно, существенная интенсивность движения на этом участке достаточная. Других явных недочетов общественники не выявили. Такая работа проводится на каждом отремонтированном участке. Напомним, в прошлом году их было 27. Активист ОНФ дороги мониторит регулярно. У нас нет каких-то особых критических замечаний по проведенным работам и по истечению полугода. В целом, наши замечания по качеству дорожного полотна заключались в том, что образовались уже небольшие неровности в виде колеи, колейности на дорожном полотне. Глубиной они доходили до 7 миллиметров. Мы будем дальше следить за этой ситуацией, и будем обращать внимание на это заказчиков, подрядчиков. Игорь Щетчиков за рулем автомобиля 20 лет. Рассказывает, в последние годы ездить по чебоксарским дорогам стало комфортнее. Большие улучшения в движении, полотно очень стало ровное, как бы асфальт в целом замечательно. Я как автолюбитель очень радуюсь, что наш город и дороги в нашем городе становятся лучше и лучше. В этом году безопасных и качественных дорог станет больше на 35 километров. В программе 36 объектов. Это центральные магистрали, проспекты тракторостроителей «Эмира» и периферийные дороги улицы Лебедева, Чапаева, Эльменя. Из чего же делают асфальт, который укладывают в начебоксарских улицах? За ответами отправимся на асфальтобетонный завод. Тонны песка, щебни, минерального порошка и битума. Из них получится не одна сотня километров новых дорог. Производство на асфальтобетонном заводе ничем не отличается от производства на любом предприятии. Например, на кондитерской фабрике. Здесь также по конвейеру идут все необходимые ингредиенты. Только вместо муки и сахара здесь щебень и песок, которые затем отправляются в своего рода специальную печь. Вот в такой вот сушильный барабан. Асфальтобетон делают тоже по рецептам. Разное соотношение и количество материалов дает продукты различных качеств и характеристик. Приготовление асфальтобетона процесс автоматизированный. Оператор только наблюдает за показателями на мониторах. Куро нагрева материала. В данный момент 220 градусов при выходе. Готовая смесь асфальта уже 160 градусов. Если где-то происходит сбой, система реагирует мгновенно. Здесь все отображается, мы все здесь видим. И пытаемся предотвратить заранее, чтобы не было поломок. Если экстренное что-то, то завод выключается автоматически полностью. Все узлы, агрегаты выключаются. На заводе есть свой отдел контроля качества. В лаборатории испытывают все составляющие будущей смеси. Битум – основной и неизменный компонент асфальтобетона. Своего рода клей, который соединяет остальные составляющие. Это бюкс с битумом. Сейчас мы будем определять проникновение иглы в битум. Соответственно, я положу его при 25 градусах в воду. Это испытание называется пенетрация. Оно определяет твердость, прочность и эластичность материала. Качество битума играет важную роль. От этого зависит долговечность всего дорожного полотна. Так определяют зерновой состав щебня. Именно этот компонент в составе готового асфальта принимает на себя всю нагрузку автомобиля. Поэтому в лаборатории также определяют марки дробимости и стираемости. Здесь же испытывают уже готовую смесь. Пробы отбирают при каждом выпуске. В зависимости от типа асфальтобетонных смесей мы испытываем их на требования ГОСТа. Также на среднюю плотность, на водонасыщение, пределы прочности при 20-50 при нуле, от трещины стойкости и сдвигу устойчивости. Также для щема определяем стекание. В случае, если какие-то показатели не соответствуют нормам, ложное асфальтобетонное покрытие фрезеруют. Но шанс на такой исход минимален. Наши составы асфальтобетонных смесей все согласованы с технозорами и заказчиками. Сбои при производстве асфальтобетонных смесей не бывают. И поэтому смесь идет стабильная. Вместе с троллейбусами, маршрутками и легковыми автомобилями по проспекту тракторостроителей колесят, самоосвалы и катки. Ремонт здесь не делали ни разу, а нагрузка на магистраль колоссальная. К работам здесь приступили в начале мая. Дорожники заменят почти 4 километра дорожного полотна. Применяется холодное ресаклирование асфальтобетона. Затем укладка асфальта нижнего и верхнего слоя. Укладка щема. Укладка верхнего слоя где-то 50% уже выполнена. В данный момент выполняется укладка нижнего слоя покрытия. Температура при укладке асфальтобетонной смеси должна быть не менее 140 градусов. Давайте проверим, сколько она на этом участке. Для этого мне понадобится вот такой вот специальный термометр. Здесь температура даже больше 140 градусов, что соответствует нормам. Холодное ресаклирование или по-другому холодная регенерация – это технология укладки асфальта, при которой слой старого покрытия фрезеруется и смешивается со специальными укрепляющими добавками. Затем этот же слой заново укладывают на дорогу. А теперь разберемся, что же такое щема. Расшифровывается он как щебеночно-мастичный асфальтобетон. Покрытие обладает повышенной прочностью и насостойкостью, что как раз подходит для загруженных магистралей. Секрет в составе материала. Высокое содержание щебня – более 70% и битума – более 5%. Еще добавляют стабилизирующие вещества для удержания нефтепродукта. Закончить ремонт на проспекте тракторостроителей подрядчик «Автодор» обещает к сроку – 25 июля. А это улица Хивежская. Магистраль к работам только приступила. Дорожники отремонтируют участок длиной чуть больше километра. Полотно ремонтируют так называемым традиционным методом. Фрезой снимают старый слой асфальта, после укладывают выравнивающий, а затем верхний слой асфальтобетона. Такой способ применяют на участках дороги, где движение не очень интенсивное. Если выполняется при определенных температурах, плюсовой температуре именно, то качество, можем гарантировать, оно будет выше. Естественно, если нам не будут мешать тоже автолюбители не заезжать с пониманием относиться к работам нашим, нашему труду, то есть не заезжать на горячее асфальтовое покрытие, когда мы укладываем. За качество чебоксарских дорог в этом году отвечают четыре подрядные организации – «Торис», «Воддорстрой», «Автодор» и «Магистраль». Асфальтоукладчики, катки и самосвалы уйдут со столичных улиц еще не скоро. Ремонт продлится до осени. Дороги делают хорошо, больше, чем раньше делают, это видно. Но зачастую, которую дорогу надо полностью менять, полотно делают ямочный ремонт. А бывает, дорога еще вроде как терпит, а ее целиком меняют. Парадокс такой, а так в целом нормально. Сейчас вроде более-менее пока еще, но надо, хватило пока. Какую оценку дорогу в целом поставить? От одного до пяти? Два с половиной. Это, конечно, хорошо, но очень плохо, пробки. Почему? Потому что пробки. А так хорошо, конечно, делают. Побыстрее бы только сделали. Очень хорошо. Мне нравится, что дороги такие хорошие стали. Я рада. Очень. На самом деле, действительно, очень много делается в городе. А раньше какие были? Невозможно было ездить, а сейчас вообще великолепно. Готовы в пробках стоять, чтобы дороги были? Конечно, готовы. Контролируют работу подрядчиков стройконтроль. Специалисты присутствуют на всех этапах укладки дорожного полотна. С каждого слоя берут пробы. Керны. Улица Гладково. Участок длиной более полутора километров ремонтируют по технологии холодного ресейклирования. Отсюда на исследование отправят образцы нижнего слоя покрытия. Толщину нижнего слоя покрытия замеряем. Треба у меня 6 сантиметров. Мы здесь видим 7 сантиметров. 7. 7,5 даже есть. Чтобы результаты были точными, с каждого участка берут несколько вырубок. Обязательно в присутствии подрядчика. А на Московском проспекте асфальт уже уложили. Здесь берут образцы верхнего слоя покрытия. Щема. Его толщина должна быть не менее 5 сантиметров. Сегодня машина будет уезжать в строительную лабораторию в Казани. Дня через два все пробы будут испытаны. И нам дадут заключение в виде протокола испытаний. Только после этого стройконтроль дает разрешение на продолжение работ. Ремонт дорог только набирает обороты. Но специалисты уже выявили нарушения на проспекте Мира. Керны мы отобрали. Но там керны, к сожалению, не прошли. Но придется вот этот участок все равно острее зарабатывать и заново вот эти 350 квадратных метров переложить. Так как водоносечения не прошло. Требуемые водоносечения до 3,5. У них показало 3,66 водоносечения. Еще одно несоответствие нормам обнаружили на улице Лебедева. Дорожники сделали ливневку, выступающей над полотном. Эту ошибку уже исправили. В целом претензий у стройконтроля почти нет. Специалисты отмечают, в этом году подрядчики подходят к ремонту дорог более ответственно. Подрядчики, общественники, стройконтроль и заказчик. Так решаются все текущие вопросы и проблемы. К примеру, по ремонту 30-й автодороги. У вас отклонение от ровности шва больше, чем 10 сантиметров. Вы посмотрите, потому что вы же тоже понимаете, что мы принимаем же не только по прочностным характеристикам, но и по ровности тоже. И если идет отклонение по ровности шва, больше нормативного, как мы говорим, там больше 10 сантиметров плюс-минус, то это не допускается. Замечания подрядчик принял к сведению. Другие темы – заделка ям после вырубок, установка бортовых камней, организация временных съездов. Такие совещания проходят раз в две недели. Это очень положительный опыт, поскольку кроме технических служб, которые осуществляют контроль за ходом строительства, проходит и контроль со стороны общественников. Иногда бывают замечания, и они довольно частые, которые указывают, показывают нам на наши ошибки, промахи. Возникают вопросы, на которые мы отвечаем, исправляем те или иные ошибки. Да, это дополнительная ответственность не только перед заказчиком, но и перед жителями города. Я уже состою в общественной комиссии по безопасной и качественной дороге уже второй год. Хотелось бы наблюдать за ходом работ, которые производятся в нашем городе. как-то повлиять на эту ситуацию. И чтобы стали дороги в Чебоксарах все-таки лучше. Блокустройство города быстро реагирует на наши замечания. У нас есть группа Viber. Все эти жалобы пишем именно туда. Финальная ступень контроля – приемка дорог. Среди сделанных – проезд от проспекта Ленина до улицы Энгельса. Подрядчик отремонтировал участок дороги в 200 метров традиционным методом. Один, ноль, 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 два. Здесь ровно дороги соответствует СП-78-13-330. К ремонту подходит комплексно. Меняют бордюрные камни и обновляют тротуары. Заасфальтировал подход к пешеходному переходу. Также все съезды, которые есть с дороги, тоже они асфальтируют. То есть берется где-то метр, да, полтора? Да. До тротуара. До тротуара. До первого тротуара обычно, да, мы делаем. То есть это все также проходит в рамках ремонта данной дороги. Специальная комиссия приняла 8 объектов. В основном это проезды и небольшие участки в центре города. Все эти проезды, они нуждались в ремонте. И в этом году, чтобы уже центр города у нас был отремонтирован полностью, эти проезды были включены в ремонт. Замечаний не выявлено. Все подрядчики отработали в срок и качественно. Все подрядчики несут ответственность за проделанную работу в течение гарантийного периода на протяжении 6 лет. Второй год подряд Чебоксарские улицы преображаются. И это только начало. Федеральная программа рассчитана до 2025 года. И мы с вами можем вместе решать, что будут ремонтировать в будущем. Для этого нужно обратиться в столичную администрацию и оставить свои пожелания. Это была передача «Комфортный город». До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин